Девятилетний лотос никак не может успокоиться после вчерашнего происшествия. Вот уже несколько часов подряд он ходит по клетке из угла в угол и ни разу не прилег. Зоологи предполагают, что это плохой знак. Когда мы утром к нему подходили, он у нас как-то охотится, у него волнение. Может быть это просто стресс, может быть из-за того, что в зоопарках бытует такое мнение, что первая кровь для животного в зоопарке, именно человеческой, это достаточно такой опасный фактор, что он потом рассматривает людей уже не как тех, кто кормит, кто с ним общается, а как потенциально добычу. А все потому, что двум несовершеннолетним девушкам 17 и 13 лет захотелось пощекотать себе нервы. Возможно, под воздействием алкоголя. Они проникли в зоопарк около 10 часов вечера. Зверинец в это время уже давно был закрыт для посетителей. Предполагается, что девушки перелезли через вот этот забор, прошли несколько метров, увидели клетку с тигром и не смогли отказать себе в удовольствии нарушить правила поведения в зоопарке. Хищник воспринимает ребенка как потенциальную жертву. Чем меньше человек, тем больше тигр обращает на него внимание. Взрослого человека тигр может побаиваться и уйти от него, но ребенок для него потенциальная жертва. И поэтому, естественно, когда девочка вплотную подошла, нарушив все нормы поведения, естественно, тигр лапой ее зацепил. Объектив веб-камеры телеканала «Катунь-24», установленной в клетке тигра, лишь краешком захватил момент происшествия. В правом углу кадра видно, как зверь извивается, пытаясь затянуть девушку на свою территорию. К счастью, потерпевшей в парке, расположенном рядом со зверинцем, в 10-м часу вечера были люди. Они-то и прибежали на крики о помощи. Всего набралось 7 человек, в их числе и Анастасия. Начали ее тащить, а тигр все больше злился. Прибегали еще люди, кидали камнями, стучали по клетке, чтобы отпугнуть, но ничего не получалось. Начали светить лицом, мордом, фонариком. И он, короче, отвлекся на несколько секунд, и парни быстро среагировали, вытащили девушку. Все происшествие, по словам очевидцев, длилось около 40 минут. Скорая забрала пострадавшую и увезла в отделение детской травмы городской больницы номер 12. Здесь сделали операцию, затянули порванные ткани, и сейчас врачи оценивают состояние девочки как средней тяжести. Ногу ребенку удалось сохранить. Правоохранители проводят предварительные проверки. Каждый со своей стороны. Проводится проверка, в том числе и по факту нахождения несовершеннолетних детей позднее время без сопровождающих либо родителей, как это установлено нормами закона. А следственный комитет даст оценку сотрудникам зоопарка и проверит, можно ли было предотвратить присутствие посторонних в зверинце в ночное время. Вольер выполнил в соответствии теме требования, которые предъявляются к зоологическим паркам, международными ассоциациями. Забор тоже выполнил в соответствии с требованиями, которые существуют. Залезть в любой зоопарк можно, но возникает вопрос, зачем? Галина Юмашева, Александр Морозов, Николай Шелко. Наши новости.